всем привет дорогие друзья проезжая в сторону инкермана ехал на бельбекский водозабор и вот так вот повезло увидел что заключительную балку старого путепровода уже демонтируют вот сначала немножко с машины оперативно быстренько поднял коптер чтобы запечатлеть это историческое событие но естественно поделиться с вами вот мы сейчас пролетаем над путепроводом который уже практически готов одна его часть и вот перед вашим взором открывается пролет который заканчивают демонтировать последнюю седьмую балку из этого пролета над железной дорогой вот мы видим сейчас воздухе кран 300 тоник на гусеничном ходу потихонечку передвигается чтобы уложить ее вот рядом с теми балками которые уже на месте теперь вот интересно как с ними обойдутся ну я думаю на месте будут их разбивать подгонят туда экскаватор с навесным оборудованием гидромолотом и будут превращать в труху вот как обошлись со всеми другими но здесь еще вот тоже интересный вариант будет как будут заваливать вот эти две опоры они находятся прямо непосредственной близости к железной дороге естественно если будут бить гидромолотом то разлетаться кусочки будут но понятно там будут сразу если что-то попадет на дорогу будут убирать ну а когда идет движение поездов то это остановит на это время но и все-таки интересно посмотреть такие вот еще две операции два пролета с каждой стороны железной дороги сейчас могут пронаблюдаем с вами как балку опустят на землю установит ее чтобы она не завалилась и посмотрим на эти пролеты было на эти опоры вернее здесь вот хорошо кстати видно последний пролет с косым торцом на той части путепровода новый металлический вот уже в одном уровне стоят посмотрите то вот этот сказать с косым торцом пролет он был ниже а сейчас и его подняли и вот выровняли где белая будка стоит будка охраны вот тут стык будет но мы еще туда подлетим посмотрим вот уже хорошо видно что перепад был там не меньше полуметра сейчас уже практически в одном уровне естественно я здесь ускорил чтобы ускорить это событие ну вот все балка на месте 33 метра длина и почти около 50 тонн она весит если учесть что сверху еще плита дорожной проезжей части монолитная было идем по сторонам еще вот с балки то порядка 50 тонн там и будет в этой балки длиной 33 метра сейчас мы с вами разворачиваемся вот смотрите вот он вот одна промежуточная опора с левой стороны и с правой стороны но практически там сколько метра два наверно до железной железной дороги и с одной и с другой стороны вот их тоже надо надо будет демонтировать интересно будет посмотреть как это будет происходить так ну а мы сейчас с вами залетим именно вот на последний пролет путепровода с косым торцом видим здесь идет стыковка элементов этого пролета вот с правой стороны вот этот кусочек еще даже с монтажными петлями их еще даже не срезали ну видно уже выровняли вот прихватили видите такими вот арматурин коми наживили чтобы ровно было все ну а теперь вот останется только стыки проварить ну и снизу еще там соединить ставят перила как мы уже видели с вами я уже это показывал и вот обратите внимание между собой еще пролет не сварен вот видно видите зазор есть но уже в одном уровне стоят пролеты выровняли их но это для сделали для того чтобы состыковать их между собой там еще есть вот присмотреться немножко вот последний пролет немножко ниже но совсем немножко но это возможно еще вот так мы под таким углом видим а возможно уже полностью выровняли ровненького им можно уже будет сварочными работами заниматься вот посмотрите почти ровно ну вот такой он пролет на сегодняшний день полностью балки демонтировали осталось две опоры еще разбить мы находимся с вами в селе верхняя садовая и начинаем свой обзор по реке бельбек и бельбекскому водозабору посмотрим какая ситуация тем более что опять снега в горах подвалил а сейчас температура плюс 7 и мы смотрим с вами какая ситуация на бельбеке вот смотрите какие здесь бегают откуда вы взялись у меня ничего он дать обратите внимание уровень воды поднялся и вода опять идет мутная это говорит о том о чем мы уже с вами знаем что опять уровень поднялся и подмывает берега и тащит за собой вот эти все взвеси мутные мутные глину и прочие пески река бельбек ну что вы за мной идете у меня нечего вам дать если бы я знал что вы здесь есть я бы вам конечно же вот видите а я все уже отдал такие маленькие обратите внимание опять на уровень воды мутная я хотел сегодня настроился нырнуть показать вам чистоту воды но сегодня не получится потому что водичка водичка мутноватая посмотрим на бельбеке следующий мой моя остановка это бельбекский водозабор поднимем коптер и посмотрим какая ситуация там сейчас ну а здесь вот мы с вами это все наблюдаем деревья еще не убрали но видимо ждут что поток еще будет но затем уберут вода не зацепились за опоры моста который ведет железнодорожной станции верхней садовом очень хороший напор ну не то что прямо на совсем грязная вода но мутноватая конечно примеси все-таки есть видно вот как будет слышно пирсики а где ваша мама немножко сюда пройдем следующий наша остановка бельбекский водозабор двигаемся туда через четыре с половиной пять километров он вниз по течению ну что ты меня пачкаешь переместились мы с вами в район бельбекского водозабора сейчас немножко заглянем как идет об устройство инфраструктуры где сделали скважины чтобы брать воду вот уже грунтовую воду скважины неглубокие где-то 12-14 метров на скважины посадили такие домики сделали видите и каждой скважине делают подъезд потому что бельбекская долина грунты здесь насыщенной водой воды как вы знаете вот уже мы с вами меня однократно здесь бывали много и теперь вот инфраструктуру готовят скважины пробурить одно еще нужно водовод к ним подвести вот уже видите ограждение ставят вокруг скважины чуть дальше туда тоже но вот с той точки откуда я взлетел вот до сюда долетел сигнал начал пропадать поэтому дальше не получилось как-нибудь в других роликах обязательно дальше туда с вами пролетим там тоже облагораживает инфраструктуру подводят водовод каждый из скважин и будет вода поступать непосредственно прям вот на очистные сооружения бельбекского водозабора бельбекского гидроузла то есть прям сразу воду подымают с глубины и поступает на очистку и фактически уже вот как их сделают как запустят бельбек можно уже считать будет круглогодичным гидросооружением вот мы видим работает техника достаточно много техники погрузчик 2 погрузчика экскаватор и работа там можно сказать кипит ну а мы двигаемся с вами по руслу реки каменная наброска по руслу реки двигаемся посмотрим какая ситуация на водозаборе вот строение еще здесь столовая была это осталось еще от времен строительства водозабора но непонятно стоит прям в луже вот эти два здания их не демонтируют вроде как их оставляли для того чтобы поселить туда временно строители вот которые скважинами занимались ну посмотрим дальше вот видим здесь уровень воды упал в русле реки появились вот наносы видимые посмотрите вот кстати вот здесь щебня сколько на мыло дальше там глина и прочее а вот здесь вот щебень видели мы верхнесадовом достаточно хорошее течение водичка мутная идет уровень кстати поднялся в реке ну а здесь как будто его размазала русло широкая ниже плотины уровень сразу вот бросается в глаза задвижка открыта на плотине водопропускном окне и вода вся уходит так ну а что здесь у нас ну здесь сам бассейн ковш под завязку задвижка закрытые вот посмотрите прям бросается в глаза в русле реки мутная вода идет да и в ковше достаточно прозрачная ковш под завязку 5 миллионов кубов вот сведения появились 5 миллионов кубов со дня открытия с 1 марта 21 года бельбекский водозабор поставил на очистные сооружения города герой севастополя ну вот хорошо видно здесь идет вода через водопропускное окно так что сооружение работает ну и сейчас она уже по всей видимости во все оружие готова к подаче воды хотя в принципе сейчас в чернореченском водохранилище почти полне ханька под завязку можно сказать и хороший приток идет воды и в предыдущих роликах мы с вами видели что опять в горах снега достаточно много ну и сейчас вот температура на момент съемки плюс семь градусов было естественно все это начнет таять и уровень опять начнет подниматься в реках крымского полуострова я вот здесь в районе очистных сооружений летаю пытаясь понять работает он или нет но здесь вот по наружному наблюдениям невозможно понять работает система или нет но я думаю что пока вот она в стратегическом резерве находится бельбекский водозабор зелененькая травка кое-где пробивается вот на территории водозабора это вот насосная станция нс-2 который непосредственно перекачивает уже очищенную воду первичной очистки в днепровский водовод так ну а мы вот сейчас здесь летим я хотел вам показать вот эту дорогу которая будет вести вот к скважинам которые будут поднимать воду на поверхность бельбекской долине вот туда дальше они идут идти даже дорога идет и там дальше они разбросаны по бельбекской долине этой скважины такая задумка была еще во время строительства водозабора дополнительно еще построить несколько скважин чтобы поднимать воду уже вот грунтовую ну а мы с вами разворачиваемся и давайте вернемся на территорию посмотрим что здесь ну посмотрите как чистенько все хорошо прям так это вот на съем кости чистой воды это здание очистных сооружений это здание вот у пульт управления здесь находится но и давайте заглянем все-таки в бассейн в накопительный бассейн 150 тысяч кубов а там сейчас наверно уже немножко и больше потому что прям под завязку и вот здесь интересный момент я увидел сейчас уже когда видео начинал монтировать как-то вот когда полетел не особо придал значение вот обратите внимание возле трубы с дренажа видите черное пятно и она мигрирует неужели это вот рыбы косячок мальков таких вот вдалеке тоже там по моему ну вот это вот точно посмотрите видите она двигается я пытался разобраться что это такое но к такому выводу пришел что это рыба и вот сейчас хорошо было отчетливо видно уже вот косяками рыба в накопительном бассейне ходит скоро здесь еще помимо воды можно вот и рыбное хозяйство но это конечно шутка но если будет рыба чё работники водозабора можно вот с удочкой надувную лодочку путь по этой лестнице спустился и порыбачить на обед там два-три карпика вытянуть так ну а здесь мы видим вот уровень воды такой же как был в предыдущих роликах вот именно под завязку бельбекский водозабор наполнен вот можно даже по ступенькам посчитать и сравнить с предыдущим роликом ну вот там видно след от воды вот хорошо его видно по стенке именно на этом уровне вода и находится вот она бельбекская долина здесь идет благоустройство рекультивация земель располагался городок строителей бетонный завод здесь вот на этой территории помните когда строили бельбекский водозабор здесь довольно таки много было на временных строений но сейчас все нужно привести в порядок естественно сейчас вот приводят и тут же колесами все раздалбливаю потому что действительно влагой насыщены грунты постоянно идут осадки какие-то дождь то снег то дождь даже со снегом но работы идут ну а мы двигаемся с вами дальше теперь мы с вами на любимовские пляжи будем передвигаться и там посмотрим какова ситуация добрался я до любимовки после водозабора бельбекского видели там ситуацию обратите внимание последний раз когда мы с вами были вода вот здесь было вот с моря нагнало помните шторм я показывал кто не видел посмотрите а сейчас все как будто ничего и не бывало вот только следы мокрой земли как растекалась вот следы на нос и легкие такие глины но сейчас в естественном своем русле бельбек принципе в принципе вот если судить по водозабору по бельбекского да там закрыта вот у . пара семейная плавая ну а мы двигаемся к морю посмотрим как там я вот переживал за эти деревья они в воде были а вода с моря нагоняла соленую я вот переживал что пропадут но мне написали что такое бывает здесь часто и они живее всех живых как владимир религиевич ленин так что все нормально здесь но вот видно еще что совсем недавно вода ушла с моря ногу нагоняла но сейчас вот нормально хотя там шумит сейчас зайду посмотрю итак дорогие друзья пляж любимовки не ожидал что такие большие волны будут гляньте ну ветерок такой здесь на берегу достаточно ощутимый там вот на дороге на проезжей части вообще ничего не напоминает что ветер а здесь посмотрите какая волна идет вот это да вот это красота вода сторож пляжа сидит заседатель под пальмой моряк папай трубку кстати кто-то у него какой-то чуть не вырубился отломал здесь было трудно люди так но меня интересовало больше всего здесь помните когда мы были вот опять же возвращаясь тому видео про шторм здесь вот перетекала вода но сейчас посмотрите да даже не верится что такой шторм был что вот это вот все было затоплено вот только напоминает об этом вот такие вот потеки видно как здесь вода текла с моря сейчас этого нет уже но все равно водички много в бельбеке ковш кстати наполнен полностью not статья вышла про бельбекский водозабор где-то вот севастопольские новости читал что бельбек готов к работе но пока полностью удовлетворяет водоснабжение крыма крыма извиняюсь севастополя чернореченске водохранилище как только так сразу так что бельбек во все оружие критики уже пишут что нафига он нужен там не нужен оказывается нужен больше пяти миллионов кубов он уже дал воды и это вот засушливый двадцатый двадцать первый год так что дорогие друзья кстати очень грамотно ему хорошее решение бельбекский водозабор он себя оправдывает полностью ну а мы с вами вот здесь на любимовском пляже посмотрите какая волна конечно с прошлым штормом не сравнить но тоже очень и очень впечатляет многие пишут что волна небольшая нет дорогие друзья вот волна на самом деле приличная просто камера не передает всего и всей этой вот красоты всего этого ощущения что ты видишь глазами к сожалению не научились еще делать такую камеру как видит человеческий глаз но может быть со временем научиться вот такая здесь ситуация легкий шторм если он легкий я и говорю легкий а если он дикий значит он дикий на этом буду заканчивать еще раз подойдем к бельбеку сейчас вот там у метров 100 впадает в море но немножко спланировала во время шторма на пляж морской волной так ровненько здесь вот идешь прям как будто как прибита песочек прибит но все равно еще такое русло бельбек и достаточно солидная посмотрите как волна это вот там где переток там все-таки волна заходит в море из моря бельбек вот такая ситуация буду на этом заканчивать дорогие друзья скажу традиционные слова не забывайте подписываться сжать колокольчик комментировать но в общем все как всегда до свидания и до новых встреч